Всем привет! В этом маленьком видео я постараюсь рассказать про число. Это такое число, которое отражает количество предметов в пустом множестве. То есть если мы говорим, что у нас в множестве 0 предметов, значит это множество у нас пустое. Множество всех натуральных чисел обычно обозначают большой буквой n. А множество натуральных чисел с добавлением нолика называют целыми неотрицательными числами. Целые неотрицательные числа. Вспомнив определение сложения, мы сразу можем сказать, что прибавив к какому-то любому натуральному числу нолик, мы получим то же самое натуральное число. Но это будет то же самое, если мы прибавим к нолику любое натуральное число. Вспомнив определение умножения, мы сразу же понимаем, что если мы натуральное число умножим на нолик, то у нас получится нолик. То есть мы как бы берем n пустых мешков и смотрим, сколько в этих мешков яблок. Ну, очевидно, ноль. Используя определение деления, мы можем понять, что ноль разделить на натуральное число, это будет тоже ноль. Потому что по определению разделить ноль на n означает найти такое число, которое умножив на n, мы получим ноль. Ну, это очевидно ноль. А вот если мы натуральное число разделим на ноль, то мы ничего не получим. Потому что не существует такого числа, которое можно умножить на ноль и получить заданное натуральное число n. Дальше. Определенного частного отделения нуля на ноль тоже не существует. Потому что частным здесь может быть любое число. Ведь по определению частного отделения нуля на ноль будет такое число x. Такое число x, которое умножив на ноль, мы получим ноль. А тут нам подходит абсолютно любое натуральное число. Ну, не только натуральное число, и ноль тоже подходит. Любое целое неотрицательное число здесь может быть. Так что деление на ноль любого целого неотрицательного числа не имеет смысла. Так, что еще тут можно отметить? Можно еще сказать, что все основные свойства сложения, умножения и возведения в степень при введении нуля остаются в силе. Только еще появляется одна договоренность о том, что если мы возводим какое-то целое неотрицательное число в степень ноль, то результатом будет единица. Вот это вот чисто договоренность. Вот и все для этого видео. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.